Добрый день! Час новостей на 12-м канале. В студии Денис Жарков. Коротко о главных событиях. И все-таки взрыв был. На Пятой Кировской из-за хлопка бытового газа пострадал мужчина. Врачи борются за его жизнь. Прописку на болоте сменят. Экспертиза подтвердила, что дом для детей-сирот построен с нарушениями. Собирают решетта за решеткой. Импортозамещение за колючей проволокой. Комплектующие для сельхозтехники делают заключенные. Французский коктейль на омской сцене. В лицейском театре премьера среди зрителей равнодушного красавца могут быть и французы. И Витязь разгромлен уже в десятый раз, как прошла встреча ястребов с гостями из Подольска. Полицейские подтвердили, в доме на Пятой Кировской действительно взорвался бытовой газ. Инцидент произошел вчера в районе трех часов дня в Старом Кировске. Серьезно пострадал один человек, в квартире которого и был хлопок. Взрывной волной выбило окна. К моменту приезда спасателей кухня горела открытым пламенем. При осмотре квартиры, одной из квартир был обнаружен гражданин 62-го года рождения со следами ожогов. Были вызваны медицинская бригада. Сотрудниками полиции и отдельно сотрудниками участковой службы были опрошены соседи пострадавшего. Со основ соседей опрошенных, жалоб на его поведение у них не было. Они его не характеризовали отрицательно. Между тем, в социальных сетях есть и негативный комментарий в адрес мужчины, в квартире которого случилось ЧП. Люди говорят, что он пытался покончить жизнь самоубийством. Сначала хотел взломать щиток, но сделать это ему не позволили. После чего с угрозой всех взорвать дебошир закрылся у себя. Соседи перекрыли газ на улице. Видимо, это и не доложило. Постройки разрушатся полностью. А главное, избежать больших жертв. Буквально за стеной от эпицентра взрыва находились двое маленьких детей, одного их трех лет, а также их бабушка. Они не испугались, потому что вторая бабушка вчера была дома, я работала с сыном. Она их укладывала спать в дальней комнате. И старший просто говорит, я у него когда спрашивала, что такое, он говорит, бум, что-то такое было. Ну, испуга не было у детей, конечно. Они не поняли просто, что это было. Нам по телефону сообщили, мы с сыном приехали, дети уже были выведены. И в машине, спасибо большое, соседям в свою машину в теплую посадили, их одетых уже. Врачи продолжают бороться за жизнь 47-летнего мужчины, который находился в эпицентре взрыва. Он сейчас в ожоговом центре, в крайне тяжелом состоянии, его тело поражено на 65%. В социальных сетях также люди сообщают, что от взрывной волны пострадал еще один мужчина. Как раз тот человек, который пытался предотвратить трагедию и перекрыл газ. За помощью к медикам он не обращался. И вновь громкое увольнение в мэрии. Глава Омска Вячеслав Двораковский освободил от должности своего заместителя Елену Бреер. Напомню, она работала в городской администрации с 2012 года и координировала работу департаментов имущественных отношений и жилищной политики. Официальная формулировка трудовой договор расторгнут в связи с сокращением штатов. Ранее своего поста лишился первый заместитель мэра Александр Поповцев, отвечавший за экономику. Сейчас у мэра осталось пять замов. Сергей Фролов курирует городское хозяйство и транспорт, Ирина Касьянова отвечает за социальный блок. Алексей Меньшов, управление делами, Инна Порыгина, финансы и контроль и Андрей Подгорбунских, правовое обеспечение. Сироты, которых вселили в дом на болоте, получат новое жилье, а застройщику придется вернуть региональному министерству имущества около 4 миллионов рублей. Стали известны результаты судебной строительной технической экспертизы, которая подтвердила, что постройку возвели с нарушениями на болотистой местности. Напомню, готовый дом для детей-сирот купили еще в 2013 году. Состояние здания было идеальным, квартиры отвечали всем нормам. Но весной в помещениях стало сыро, плесень покрыла стены, отошли обои и потолочная плитка. Пол прогнил и под тяжестью мебели стал проваливаться. Застройщик попытался все исправить, в каждой квартире провели косметический ремонт. Однако через год ситуация повторилась. Тогда региональное ведомство попыталось расторгнуть договор купли-продажи, но застройщик отказался возвращать деньги. Решать этот вопрос теперь будут через суд. Решать этот вопрос. В результате эксперт пришел к выводу, что данные недостатки являются неустранимыми. Добавлю, что в регионе это первый случай расторжения договора по вине застройщика. В случае положительного решения суда в новые квартиры жильцы злополучного дома переедут уже в первой половине следующего года. Доступная среда для инвалидов, капитальный ремонт домов, незаконная вырубка деревьев и предоставление качественной медицинской помощи. Это лишь часть вопросов, которые обсудили за круглым столом губернатор Виктор Назаров и представители Общероссийского народного фронта. Итогом встречи стало решение о совместной работе над выполнением майских указов Путина. Глава региона и общественники встречаются не впервые. Представители регионального штаба народного фронта регулярно проводят мониторинги, включая в их сферах жизнедеятельности и к решению наиболее острых вопросов привлекают региональную власть. В этот раз на встрече говорили о работе городских поликлиник, о проблеме утилизации бытовых отходов, о состоянии омских дорог и об управлении многоквартирными домами. Переселение, допустим, из ветхого жилья Рябиновка, этот вопрос очень больной. Сейчас мы вопрос подняли, может быть, действительно людей, кто не хочет ехать в Рябиновку, предложить им Завертяева, чтобы они действительно... Или сейчас, если нет места Завертяева, значит, предложить людям, может, в будущем строительство будет. То есть этот вопрос можно решить. Проверили, что элементарных вещей нет. Первой помощи, например, в некоторых поликлиниках этого нет. Сейчас мы дали время, проверим сейчас, какие были недостатки. Я думаю, что недостатки будут устранены. Учитывая цели и задачи, которые перед нами ставит президент, и перед вами, и перед нами, мы, конечно, должны идти в том четком тандеме понимания реализации этих задач. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что действительно мы готовы участвовать, готовы слышать и, соответственно, исправлять то, что возможно в рамках поставленной задачи. Мы здесь, безусловно, будем стараться сделать так, чтобы нашим жителям, нашим гражданам жилось как можно сделать все для них, чтобы для них было более комфортно проживать на территории Омского региона. На встрече с представителями Народного фронта присутствовала и сенатор Елена Мизулина. В качестве принципиального отличия Омской области от других регионов она отметила открытость губернатора Виктора Назарова и его готовность к откровенному обсуждению любых актуальных для мечей проблем. Канадские фермеры выбирают томские решеты для комбайнов, причем производство исправительной колонии номер 9. Там наладили выпуск комплектующих и запчастей для сельхозтехники. Руководство учреждения таким образом решило поддержать политику импортозамещения. Товар пользуется спросом, запчасти для комбайнов покупают крупные агрохолдинги, а теперь вот появились и зарубежные заказчики. Тему продолжит Дарья Шадрина. Рабочий день в этом цехе от звонка до звонка. Детали для комбайнов и другой сельхозтехники изготавливают заключенные. Производство запчастей наладили после введения санкций, присоединились к политике импортозамещения. Закупили необходимое сырье и оборудование, решили и кадровый вопрос. Мастеров подготовили в профессиональном училище, которое находится на территории исправительного учреждения. Не каждому дано сразу взять и начать варить, потому что здесь с чертежами, с размерами все это связано. Маленько размер не совпадет, там в дальнейшем на селку это не оденется, конструкцию ее приходится переделать. Перевоспитание трудом пошло на пользу. Многие впервые в жизни получили реальное образование. Производство за колючей проволокой приносит и прибыль. В прошлом году 16 миллионов, в этом почти 20. Покупатели на продукцию местного производства нашлись не только в Омской области. Товар уже поставляют на экспорт. В 2012 году у нас была отправлена первая партия в Канаду. Порядка 30 наименований мы туда отправили решет на зарубежный комбайн. Преимущество нашей продукции в том, что она не отличается по качеству аналогов, производителей. Также решет. И цена, естественно, у нас порядком ниже. Сейчас на производстве трудятся больше 200 человек. Вырученные деньги тратят на повышение зарплаты, покупку нового оборудования и расширение производства. В следующем году здесь хотят увеличить ассортимент. Заявки на детали уже есть. Дарья Шадрин, Александр Саражин, 12 канал. В самом миниатюрном театре Омска состоялась минималистичная премьера. Минимум декораций, минимум актеров, минимум слов, зато максимум смысла. Новый спектакль лицейского театра – это не одно, а два произведения эксцентричного французского драматурга Жана Кокто. Коктейли с пьесы «Равнодушный красавица-лжец» – дебют молодого режиссера из северной столицы Лилианы Белявской. Анастасия Липатова с подробностями. Уже прозвучал первый звонок, а за кулисами никто не суетится. Артисты в спешке не повторяют текст, не слышно фразы, ни пуха, ни пера. Впрочем, делиться эмоциями перед премьерой не с кем. Дарья Аклей в гримёрной комнате сегодня одна. В новом спектакле актриса играет главную и единственную женскую роль. Это одновременно и сложно, и помогает, потому что это интересно, потому что ты исследуешь себя, ты можешь сам управлять, тебе не на кого положиться здесь, и ты как бы сам наедине с собой. Не совсем наедине. На сцене сильное мужское плечо есть, но вот положиться на него нельзя. Ведь сценический жених Дарья Аклей – равнодушный красавец. Весь спектакль, а это 50 минут, персонаж Александра Боткина молчит. И только в финале Эмиль будто вулкан, извергается эмоциональным монологом. Режиссёр отнял у меня большинство выразительных средств, таких как практически вся пластика, я практически весь спектакль сижу, речь я ничего не говорю, ну только в финале там. Вот, поэтому поначалу было тяжело, сейчас уже, конечно, намного легче. А вот партнёрша Александра, как истинная женщина, практически ни на минуту не замолкает. Если не произносит слов, то говорит телом, а вернее кричит о том, что любит, о том, что ревнует, и больше не может считать секунды, сидя в одиночестве у металлических часов, стрелки которых в один момент превращаются в ножи. Обиженная женщина способна на всё. Ты читаешь газеты. Дорога бы я сейчас отдала, чтобы за этой газетой увидеть твою рожу. Эту рожу, которую я обожаю, при виде которой мне хочется взять и вон вверх, и рассредить его в тебя. Спектакль «Равнодушный красавец» — это две монопьесы принца-поэтов. Так современники называли модерниста Жанна Кокто. Чтобы амичи попробовали коктейль из французских произведений, лицеисты связались с комитетом Кокто во Франции. Решили вопрос с авторскими правами, а заодно пригласили правообладателей пьес на премьеру в Умск. Ответ пока не пришёл. Но в лицейском театре всё-таки верят, что однажды в зрительном зале прозвучит «Браво» с французским акцентом. Анастасия Липатова, Вадим Насардинов, 12 канал. Авангард в ударе. Накануне «Ястреба» одержали победу над «Витязем» в счёт 3-1. Встреча началась с осторожной игры. Команды словно прощупывали друг друга. Затем подольцы перешли в наступление. Первую шайбу забил нападающий «Витязя» Вячеслав Солодухин. Но спустя всего две минуты счёт сравнял «Ястреба» Артур Лаута. Второй период прошёл без голов. И в третьем отличились Сергей Широков и Денис Паршин. Отмечу, что «Авангард» одолел подольскую команду уже в десятый раз подряд. Следующую игру омичи проведут в арене «Омск» завтра соперник – хорватский «Медвежчак». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте в интернете 12-й канал.ру. Впереди прогноз погоды. Реклама будет короткой. Не переключайтесь. Фаворит. У нас очень большой выбор кроватей. Фаворит. Вода нужна нам, чтобы жить. И маме, чтобы суп сварить. И крохи безобразнику. И папе после праздника. Водичка подгородная, чистая, природная. Если хочешь ты воду полезную пить, не забудь позвонить, заказать и купить. Вы расслаблены, вы легки, словно перышко. Одной рукой вы нажимаете на кнопки пульта, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Вам хорошо. И впереди у вас еще более 60 каналов. Опять перед телевизором сидит. И нет, крики чаек не тревожат вас. Вы спокойны. Как вам ног? Пакет легкий. Более 60 каналов от 50 рублей в месяц. Спутниковое телевидение «Телекарта». Живите с легкостью. Хотите выгодные цены? Тогда вам в низко цен. Ведь у нас набор конфет «Эскаминио» 141 грамм 94 рубля. Подарок новогодний 250 грамм 114 рублей. «Сок Голд Классик» в ассортименте 59,90 за большую упаковку. Русская поляна, ура! Довольные покупатели – наша главная ценность. Девя неделя, хорошая программа. Девя неделя, все звезд панорама. Станборд, гороскоп, опишем в журнале. Девя неделя, всегда вместе с вами. Центр по снижению веса доктора Гаврилова. 345-305. 15 декабря в СКК имени Блинова к Новому году. Непревзойденный «Щелкунчик». Евроокно «Стандарт». Всем записавшимся на замер подарок 700-007. И о погоде. Завтра ожидается переменная облачность. Температура воздуха по области ночью минус 2, минус 5, днем 4-5 градусов ниже нуля. В Омске столбики термометров покажут ночью 7-8, днем 5-6 градусов мороза. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Пока это все новости о развитии событий в 17 часов. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok